Здравствуйте! В эфире «Самое время». Мы рассказываем о самых важных и интересных событиях студенческой жизни в студии Вероника Козлова в этом выпуске. И снова в президенты. Новое назначение Людмилы Вербицкой. Оденутся иголочки. Конкурс «Адмиралтейская игла» – самое модное событие этой недели. В Петербурге проходится российский студенческий форум. В этот раз без должностей и галстуков. Пока одни решают национальный вопрос, другие – задачи по химии. Чем были заняты умы студентов на этой неделе? Чемпионат вузов, бальные танцы и хоккейные баталии – это и не только в наших спортивных новостях. Она хочет вернуть выпускное сочинение в школы, но не желает отмены ЕГЭ. Людмила Вербицкая, президент СПБГУ, строит планы на новой должности. Совсем недавно президент СПБГУ была избрана главой Российской академии образования. К высоким постам Людмиле Алексеевне не привыкать. 15 лет она возглавляла Санкт-Петербургский государственный университет. Кстати, это единственная женщина-ректор за всю историю вуза. Ректорские полномочия она еще пять лет назад передала Николаю Кропачеву. Сама же заняла подсчетное место президента университета. Кроме того, Людмила Вербицкая является деканом филологического факультета, ведет активную научную работу и курирует целый ряд образовательных проектов, в числе которых всем известная серия плакатов «Давайте говорить правильно». Интервью с новым президентом Академии образования совсем скоро в нашем эфире. На прошлой неделе стартовал международный турнир естественных наук. В Петергоф на химические факультеты СПБГУ приехали лучшие студенты – химики, физики и математики из разных городов. В первом же туре фаворитом соревнований стала команда нашего университета. За них болел и наш корреспондент Сергей Корунный. Представьте, вам дали пять минут и попросили вспомнить как можно больше научных открытий, предсказанных фантастами в книгах и фильмах. Кого-то это, возможно, поставило бы в тупик, но только не участников международного турнира естественных наук. За звание самых эрудированных сражалась 21 команда. Некоторые их ответы удивили даже судейскую бригаду, состоящую из профессоров и эсперантов университета. Я не упустил существование квантовой телепортации, ее видимоактивное применение в мире, но действительно затем понял, что, по-видимому, туннельный перенос электрона – это как раз и есть квантовая телепортация. Возражение нет. Ответ сочтет. Похоже, что больше всех научно-популярную литературу читали студенты нашего университета, которые заняли первое место. Вслед за ними с небольшим отставанием студенты МГУ на втором месте. А чтобы молодые ученые знали, чем и как живет научный мир, на базе турнира была создана школа прикладной химии и материаловедения. Организаторы считают, что тенденции в этой сфере стремительно меняются, и студентам никак нельзя отставать. Сейчас наступает межисциплинарная эпоха. Хороший ученый должен разбираться во всем – в биологии, в химии, в материаловедении. И как раз на этой школе ребята могут услышать самое новое достижение в межисциплинарных науках. Турнир проходит уже в четвертый раз. В этом году итоги соревнования подведут 18 ноября. Победителям вручат ценные подарки – портативные жесткие диски, подписку на научные журналы и возможность опубликовать свои собственные исследования в этих изданиях. О будущем без должностей и галстуков. Под таким девизом в Петербурге стартовал Всероссийский студенческий форум. Удалось ли молодежи найти общий язык с экспертами, и какие вопросы обсуждали особенно бурно, знает наш корреспондент Валерия Костромицына, который удалось побывать сразу на нескольких мероприятиях. Для того, чтобы реализовать свой проект, мало быть просто лидером. Гораздо важнее умение работать в команде. Еще труднее приходится лидеру, когда каждый член его команды считает лидером себя. В этом студенты убедились в ходе первой деловой игры, которую предложили им на форуме. Та команда, которая быстрее придет к согласию, получит бонус. Он поможет ее участникам победить в финале конкурса. Они приехали сюда не с пустыми руками. Каждый предложил свой проект в сфере образования, науки и интернет-технологий. Мой проект, информационный портал, называется kindergard.ru. Это информационный портал про детские сады нашего города. Родители тратят очень много времени, чтобы свое чадо куда-то пристроить. А здесь на одном информационном ресурсе будет все, начиная от компетенции педагогов, заканчивая питанием, условиями. То есть все можно будет писать на одном сайте. А тем временем на факультете высшей школы менеджмента руководители субъектов северо-западного федерального округа обсуждали вопросы молодежной политики. Сошлись на том, что к поискам решений социальных проблем нужно привлекать не только студентов, но и старших школьников. Во второй день форума прошло совещание советников-ректоров по молодежной политике. Там присутствовал и глава Рособранадзора Сергей Кравцов. Он обратил внимание на явные проблемы, которые присутствуют сегодня в сфере образования. Вопросы есть и к отдельным вузам, и к конкретным образовательным программам. По словам руководителя надзорного ведомства, ситуацию можно улучшить, в том числе за счет сотрудничества органов образования со студенческими объединениями. Эту же мысль Сергей Кравцов высказал и на открытой лекции для студентов СПБГУ. Подробнее о событиях второго дня мы расскажем в наших следующих выпусках. Валерия Костромицына, Ксения Чимпаака, Евгений Горяев. Самое время. На этой неделе начинающие модельеры представили свои коллекции на суд метров модной индустрии. Уже в 19-й раз в Санкт-Петербургском госуниверситете технологии дизайна проходит конкурс «Адмиралтейская игла». О том, как юные дизайнеры делают первые шаги в мир высокой моды, узнала Мария Карпенко. Неважно, откуда ты – из столицы или из провинции. Дороги в мир высокой моды есть, и одна из них – конкурс «Адмиралтейская игла». Сюда съезжаются сотни начинающих модельеров не только из России, но и из зарубежных стран. Здесь только самые молодые дизайнеры, а это значит свежий взгляд и смелые решения. Молодые художники, дизайнеры, которые вот здесь выступают, они все талантливые. Здесь бездарей нету, поэтому я могу сказать, что хочется верить в лучшее. «Адмиралтейская игла-2013» посвящена предстоящей зимней Олимпиаде в Сочи. Изюминкой конкурса в этом году стала новая номинация «Претто-Порте Спорт де Стайл». В первый же день прошел показ коллекции спортивной одежды. Я думаю, все согласятся со мной, что есть виды спорта очень зрелищные, где даже вид спортсмена, одежда, фигура, образ, конечно, очень много прибавляет и зрителей, и заставляет детей, еще молодых мальчишек и девчонок заниматься спортом. Среди членов жюри немало европейских экспертов. Стажировки в модных домах Европы, солидные денежные призы и возможность представлять свои коллекции на международных показах – вот что ждет самых талантливых конкурсантов. Что же касается конкурса, его победителей жюри объявит на церемонии закрытия. Возможно, их имена мы скоро увидим в мировых топах молодых дизайнеров. Мария Карпенко, Евгений Горяев. Самое время. Укреплять пошатнувшийся фундамент межнациональных отношений в нашей стране должна именно молодежь. Именно так считают участники конференции Всероссийского национального союза молодежи. О чем говорили и что обсуждали на этой конференции, расскажет Виктория Буткевич. Участники конференции обсуждали, пожалуй, одну из самых острых тем, волнующую все российское общество – межнациональную. Отсутствие четкой молодежной и национальной политики после распада СССР привело к тому, что сейчас приезжий студент с Кавказа или из Средней Азии вряд ли будет чувствовать себя спокойно в большом городе, рискуя попасть под горячую руку воинствующих националистов. События в День народного единства в Петербурге тому подтверждение. Существуют очень серьезные проблемы, связанные с тем, что в обществе присутствуют стереотипы, во-первых, наглых и злых кавказцев, нехорошие стереотипы есть также в отношении русских, стереотипы в отношении мигрантов и так далее. Главным образом речь идет о тех, кто приезжает учиться, а не работать. Потому что успешная адаптация молодого человека и его интеграция в городской социум – это залог того, что он не будет приносить проблемы городу. Помочь приезжим студентам освоиться в мегаполисе, познакомить с культурами разных народов, организовать досуг – далеко не все направления работы Междунационального союза молодежи. В Петербурге уже два года существует Молодежный совет при Доме национальностей, где ведется активная работа по разрушению стереотипов между людьми разных стран и культур. Пока работаем и все это развивается, очень много проектов запланировано. Через спорт точно так же мы взаимодействуем, устраиваем межнациональные турниры по футболу, баскетболу. У нас есть интернациональные команды, где собраны представители очень многих народов. На заседании поднимался вопрос об открытии регионального отделения Междунационального союза в Санкт-Петербурге, а также о создании студенческих структур самоуправления на интернациональной основе. Однако, по утверждениям участников форума, данный шаг кардинально проблемы не решит. Если мы будем максимально успешно вести нашу работу, но в семьях дети не будут воспитываться, институт семьи, если у нас не будет заниматься воспитанием детей, если в школах у нас не будет идти воспитание детей, если взрослые люди, скажем так, не будут ответственно подходить к воспитанию своих детей, все равно у нас ничего не получится. Поэтому на всех уровнях, начиная от органов государственной власти и заканчивая семьей, все должны воспитывать детей в духе дружбы народов. В обсуждении принимали участие представители студенческих национальных землячеств, а также деликаты ведущих вузов города. Упоминалось и о сотрудничестве Междунационального союза молодежи с Петербургским университетом, где на базе факультета международных отношений уже ведется активная работа по сплочению студентов разных национальностей. По словам организаторов, это важный шаг на пути к предотвращению межэтнических конфликтов. Виктория Бутлевич, Евгений Горяев, «Самое время». Сплотить людей разных национальностей может спорт, потому что в команде не важно, кто ты и откуда. Важно, кто быстрее, выше и сильнее. О новостях спорта расскажет Анастасия Давыдова. Привет, Настя, что нового на этой неделе? На этих выходных прошел Кубок Санкт-Петербурга по бальным танцам. Об этом и не только я расскажу через пару секунд. Кубок Санкт-Петербурга – турнир немасштабный. Здесь не получишь спортивного разряда, как на чемпионате. Зато в рамках именно этого турнира 8 ноября прошли соревнования в специальной категории – Rising Stars. Rising Stars в переводе с английского обозначает «восходящие звезды». И только их, звезд восходящих, мы можем увидеть сегодня на Кубке Санкт-Петербурга. Финалистам и полуфиналистам чемпионатов России и города сюда путь запрещен. Rising Stars дает возможность раскрыться новым талантам. Еще одно преимущество таких соревнований – возможность получить турнирную практику. За этим и приходит. Соревнований немного, а набираться опыта выступления перед публикой надо. То есть выход на турнир – это тоже своеобразная тренировка. А их и без того немало. Приходится, конечно, отказывать себе во многом. И в учебе в том числе стараться пропускать какие-то важные пары, чтобы раньше приехать на тренировку. Или же просто никакой личной жизни вообще. Счастливыми обладателями Кубка стали Артем Старков и Екатерина Толмачева из Москвы. Второе место за петербуржцами – Денисом Ручкой и Марией Ясинской. А бронзовые медали взяли гости из Салавата – Никита Урчев и Эльвира Кутушева. Анастасия Давыдова, Денис Осин. Самое время. Продолжается чемпионат вузов. О промежуточных итогах самого важного для студентов турнира в нашем спортивном обзоре. Чемпионат вузов стартовал в сентябре и уже дал некоторые результаты. За футбольный кубок команды сражались с 27 сентября по 13 октября. Победителем стала Лесотехническая академия. Серебряные медали у Политех, а бронзовые достались футболистам Университета технологии и дизайна. В октябре прошел также и чемпионат по греко-римской борьбе. Сильнейшей, что неудивительно, оказалась команда университета Лесгофта. Второе и третье место за горным и политехническим университетами соответственно. Студенты мерялись силами даже в боулинге. В соревнованиях приняли участие 16 команд – это около 100 человек. Здесь лучше снова стала Лесотехническая академия. Студенты Герцена и Электротехнического университета на втором и третьем местах. Самые быстрые студенты учатся в университете Лесгофта. Это выяснилось на легкоатлетическом кроссе. Следом за ними прибежали спортсмены ЛТУ имени Кирова и ЛГУ имени Пушкина. Месяц назад завершился турнир и по прикладному автомногоборью. Звание лучших на дороге получили студенты ЛТУ имени Кирова. Серебряные медали у архитектурно-строительного университета, а бронзовые у горного. Чемпионат вузов продолжится до конца учебного года. В ноябре мы будем болеть за шахматистов, армрестлеров и самбистов. А хоккеисты выйдут на лед только 30 ноября. Но хоккейные фанаты могут насладиться ледовым зрелищем гораздо раньше. Ведь продолжается турнир молодежной хоккейной лиги. В среду в рамках очередного тура встретились Динамо Санкт-Петербург и СК-1946. Кто победил, знает Олег Алексашин. До стартовой сирены меньше получаса. Игроки разминаются, многие зрители уже на трибунах. Начинается принципиальный матч МХЛ. В турнирной таблице СК опережает Динамо на целых 13 строчек. Но эта игра была под контролем бело-синих. Им удалось забить быстрый гол уже на второй минуте матча. Отличился Роман Пикмулин. Хоккеисты СК смогли ответить сопернику лишь однажды. Итоговый счет 7-1. Конечно, дерби всегда хочется выиграть. Тем более мы новая команда. А СК уже, так скажем, долго выступает МХЛ. Конечно, нам хотелось выиграть. Это дополнительный настрой. Кстати, уже на следующий день команды встретились снова. И счет поменялся с точностью до наоборот. 7-1 в пользу СК 19-46. Таким образом, места команд в турнирной таблице остались прежними. Следующая встреча чемпионата МХЛ состоится 17 ноября. Сыграют Динамо и Серебряные львы в очередном петербургском дерби. Олег Алексашин, Джан Хаосян. Самое время. Это были самые яркие события прошедшей недели. Болейте за наших спортсменов, а мы будем держать вас в курсе самых свежих новостей. Спасибо, Настя. А на этом у нас все. Увидимся через неделю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok